все так здравствуйте девчонки начинаем наш очередной мастер-класс который мы проводим с вами каждый четверг в два часа дня с вами на связи город ростов-на-дону я инструктор наташка клюгина которая работа в школе екатерины мирошниченко и как каждый четверг в два часа мы с вами сделаем парочку вариантов которые делаются очень просто и сегодня в нашем задании стоят гель-лаки которые вышли совсем недавно которые вышли под общим названием golden safari это номера гель-лаков номера гель-лаков с начиная с четыреста тридцать девятого номера так мы сейчас вот так чуть чуть сделаем подальше 439 440 красивые такие просперламутровые оттеночки так 41 42 3 4 и так общее название golden сафари да очень красивые оттенки таких коричневых бежевых тонах сейчас мы вот так вот сделаем чтобы было видно с точки мы сегодня будем работать вот все поместились вот таким вот образом так значит в нашем задании стоят гель-лаки из коллекции golden safari это дизайны которые мы с вами сегодня попытаемся сотворить что у нас тут типсик так некрасиво повернулся так вот с такими красивыми золотыми вензелями канделябрами так в работе мы будем использовать гель-лаки и будем использовать м-пасту значит что говорят значит о наших оттеночках до гель-лаковых ну во первых что это настоящая история вдохновляющая природными красотами до гель-лаки значит уникальное сочетание оттенков и текстур которые позволяют создать неповторимый образ для любой девушки теплые песочные и золотистые цвета вот этих вот замечательных гель-лаков ну это как раз и вообще-то принципе так вот считаю что к осени сама то имеет отношение да значит теплые песочные золотистые цвета не только подойдут для любого оттенка кожи но и добавят яркости и энергетики маникюру шиммер составе оттенков придает невероятный блеск и раскрывает глубину цвета ну мы сегодня будем делать дизайны в которых я вот попробовала сочетать с матовым топом и мне на самом деле очень понравилось потому что шиммер он он принципе остается виден но при этом он там вот на заднем плане очень прикольно так у приглушается высокопигментированная формула обеспечивает стабильность цвета на протяжении всего периода носки и благодаря идеальной вязкости гель-лак быстро сама выравнивается и сохнет в лампе на самом деле как бы вот в данном случае типсы делала на прозрачных типсах и получается очень плотно все в один слой много сильно этом времени тратила так со мной тут поздоровались девчата наташенька добрый вечер здравствуйте вот и наталья сафонова здрасте здрасте добрый день и вам тоже добрый день на самом деле всем добрый день так оригинальная ну и кисточка конечно который находится во флакончике обеспечивает равномерное покрытие позволяет нанести материалы максимально близко к кутикулы боковым валиком вот значит ну это мы то что говорят нам специалисты да в рекламе и так далее ну а на самом деле классные коричневые перламутровые цвета вот и знаете вот бывают такие цвета как бы такие вот уже вот старомодные немножко и так далее здесь конечно же представлены все очень симпатичные очень красиво переливаются от светло бежевого до темно-коричневого я считаю что можно найти на любой вкус сочетание бежевых коричневых оттеночков и еще раз скажу что номера с 439 по 444 так все пока убираю в сторону импасты какие мы будем использовать импасты сегодня ну конечно же я как очень нашу же импаста белый рафинад будем использовать в работе импасту черная смола и я достала из классического набора импаст золотую импасту очень красиво будет сочетаться такой красивый золотой цвет именно с коричневым фоном да и в матовом исполнении что еще мы будем сегодня использовать мы сегодня будем использовать пластину для стемпинга значит у нас вышли новые пластиночки номер 12 и 13 номер 12 и 13 с очень такими красивыми так пока убираю так вот такой вот красивый принт видите вот такие всякие геометрические мне очень понравился такой начала я посмотрела казалось какой-то ну не знаю ни о чем вроде бы вариант вот такого вот геометрического построения линия потом блин сделала с ним варианты очень получилось классный вот на самом деле очень красивый такое сочетание и широких каких-то полосок и маленьких и тоненьких узи кихи геометрии то есть вот такая вот пластина это номер не помню помню 12 и 13 я еще даже вот смотрите еще даже вот не сняла пленочку синенькую но это такая осень осени если вы наблюдаете следите за творчеством екатерина николаевна мирошниченко это осенний зимний период вот сейчас два раза в год выходит дайджест готовыми дизайнами и с полным обзором новых материалов которые выходят в компании эми и вот последний дайджест осень-зима до 2023-24 там как раз таки много дизайнов с этими новыми пластинами для стемпинга и видите такие вот очень много листочков розочек веточек ирисы а я не знаю тут вообще папоротники очень красивые такие сочетания и как раз таки очень много в новом дайджесте вариантов и с графическими такими рисунками до фоновыми и вот с такими цветочными пластина номер 12 и 13 вышли совсем недавно в жизнь появились жизни у мастеров ну и мы с вами одной из не будем конечно же использовать так ну что все в принципе все сказала что будут использовать ну и конечно будем рисовать ну не без этого скажем так мы будем рисовать и так а ну конечно же надо наверное рассказать еще и сразу мне тут просто в руки вывалилась из альбомчика так я вот тут подняла лариса написала добрый день наталья очень вас люблю слушать смотреть ваши мастер-классы а слушать вас одно удовольствие спасибо вам большое я все время знаете когда голос со стороны слышишь кажется о боже лицо не формат голос не формат слава богу фигура не видно да вот поэтому чисто только по работе так ну и вышли новые шармиконы я люблю работать шармиконами это знаете такой вот для меня релакс плане что придумывать ничего не надо значит красота в деталях номер 240 опять же это вот мои любимые варианты шармикона в том плане что надписи какие бы они не были они очень сильно осовременивают любой дизайн можно запросто прилепить рядом с листочком это будет смотреться очень круто и так 240 номер это красота в деталях так номер 241 абстрактные цели вот так вот значит тоже но это уже давным-давно многие делают да даже просто от руки там допустим черной гелевой краской черный тюльпа нарисовал какую-то там окружность отпечатал фольгу золотую но это уже как бы много раз делали но теперь можно не заморачиваться просто приклеили и все кстати прошлом эфире я делала варианты такие просто клеила эти колечки приклеивала листик сверху в виде слайдера и получалось очень круто 241 так теперь значит 242 мечтательные фразы но это опять моем вот нравится мне еще и классно сделано что она и серебряная и золотой и черное белое вообще кайфово будет такой очень универсальный и скорее всего что в последующих прямых эфиров я думаю что мы его часто будем использовать так какой еще новый так ли новые листья ну осень 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 сентябрь слушайте пролетел сегодня уже 21 сентября с ума сойти можно так это все быстро и уже даже дети почти месяц отучились школе это фантастика конечно осенние листья ну вот опять же я не могу как бы критиковать компанию эми да потому что я живу здесь много-много лет но я бы вот все равно может быть это и черный листик контур бы черного листика еще добавил контур белого потому что ведь оттенки же гирлаков разные покрываешь и часто вот например на светлых серебро будет сливаться ну то есть это вот более для темных до сочетания все-таки покрытий допустим если меня например совсем светлое серебро потеряется ну короче как бы на вкус и цвет товарища нет я бы все-таки белый черный бы добавила так и что еще у нас вот ох ох лала вот такое замечательное название ой ну это прикольно разделительные линии можно много делить смело на две части клеить полоску и уже все готово то есть вот такое вот небольшое количество сколько всего пять шармикончиков новых вышли сегодня уже видела реклама прошла вышли новые слайдеры классные понравились там с яблоками и такое что-то забавное у меня только есть на телефоне фотографии сейчас я наверно может быть просто может быть уже в интернете видели вот такие классные 117 влюбленность вообще супер у нас уже нечто похожее было смотрите цветы вот есть вот с надписями это на адрес 117 суперский от слова так что еще вышло сегодня сейчас мы с вами я просто сама ехала на эфир иду 120 мгновение осени вот прикольно с такими с яблоками с какими-то ветками прикольно это физались по всей видимости ну по типу физали нет наверное не физали все-таки что какой-то ягодка шиповничек боярышник прикольная тема то ой и вот этот суперский смотрите как классно вот девчонки делали для образцов посмотрите на любой цвет смотрите как классно просто полностью и вот это все это слайдер который крепится посредине кайфово правда же вот они эти цветы очень красивые 121 суперский туманные грезы вообще самый классный смотрите как здорово он вообще супер все это короче я похвасталась новыми короче в новыми слайдерами шермиконами ну а мы с вами вернемся вот сюда и вот такие вот варианты девчат фон конечно может быть любой просто мне очень почему-то понравилось именно сочетание вот коричневого черного и золото так ну что поехали потихонечку давайте сделаем какой-нибудь варианты конечно же порисуем вензеля вот с помощью импасты и так я возьму цвет так надо вот так сделать цвет 444 да и можно не покрывать весь ноготь так я плохо вот так да наверное это надо брать с экрана чтобы была у нас четкость конкретно на типсе кида так и аккуратненько покрываем ну вот только что сама сказала что покрывать полностью не надо и сама же отвлеклась на сейчас вот так вот чтобы не было наслаивание знаете когда один слой на второй слой кажется уже очень толстая покрытие я даже буду делать в один слой потому что гель-лак ложится очень плотным слоем вот ну конечно же толщина нам лишнее особо не нужна поэтому давайте вот на такой толщине и ограничимся это же сейчас все с лишнее с кисточки сниму и постараюсь убрать даже лишнее попрошу клиентку палец перевернуть эту сразу набабахалась перепугу давайте вот так очень тоненький слой ну и конечно же просушиваю просушиваю так и давайте сделаем например на полного . на полного . возьму этот же цвет 444 сафари до наша golden сафари и давайте можно знаете знаете сделать градиент например давайте попробуем давайте совместим каких-нибудь парочку цветов один какой-нибудь посветлее 2 какой-нибудь потемнее и не на весь ноготь давайте вот так половиночка будет например немножко светленький цвет добавим это так с общей справки 443 так и давайте 444 но тогда если мы будем делать градиент гель-лаки истончаются слой получается мне нужно будет сделать два слоя ну верхний цвет всегда я занимаю верхним цветом ну одну примерно третью часть ногтевой пластины кисточка для градиента номер четыре у нас никаких других кистей нет так смешиваю посерединочке все и теперь чистой кисточкой потихонечку от кутикулы вниз к свободному краешку цвета очень легко перемешаются потому что они у эти оба гель-лака вернее все гель-лаки из этой коллекции они с таким с мелким мелким красивым шиммером который переливается знаете такое мелкое мелкое мерцание такое красивое внутреннее ненавязчивая даже те кто не любят например какие-то там перламутровые гель-лаки я думаю что эти варианты цветов конечно зайдут так просушиваем и через 30 секунд просушки мы с вами продублируем еще раз я пока не наношу нижний цвет а здесь будет например цвет черный например номер 0030 черный глянец вот я сначала отпечатаю например на поверхность рисунок а уже потом значит закрою кончик черным цветом и не надо будет ничего вытирать естественно так ну прошло 30 секунд и я просто продублирую потому что слой же мы истончили с вами да потому что сочетали два цвета верхний цвет чуть чуть светлее и нижний цвет чуть чуть темнее тонкий очень тонкий когда вы делаете градиент не надо наносить очень толстым слоем абсолютно ни к чему вот тоненький слой чуть-чуть подмешали по серединке все движения кисточки сверху вниз сверху вниз кисточку вытираете и переводите чистую кисть под кутикулу и аккуратно я обычно это туда обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже и дошла до свободного краешка очень легко цвета делаю и очень легко из них делать градиент по одной простой резкость Сейчас мы чуть-чуть поправим. Наверное, на перчатку, да, это самое, оттягивается. Может быть, просто сейчас я ее сниму, и все. Так, все, просушиваем. И теперь мы с вами отпечатываем, да, возьмем новую пластину с новыми принтами. Так, мне очень нравится вот этот вариант. Хотя можно сделать, в принципе, любой прикольный, да, такой какой-нибудь, не загадочный. Интересно будет смотреться, на самом деле. Так, возьму черный гель-лак. Ой, даже не гель-лак, а лак, да, для стемпинга у нас 002 от компании Эми, да, видно. Так, мне нужна будет салфетка, жителя здесь снятия гель-лака и что-нибудь типа сходча или ролика, чтобы вытереть потом подушечку, да, для стемпинга. Так, подушечку взяла роликом. Да, кто чем пользуется, интересно. Кто скотчем, кто вот роликом для одежды, да. Да что ж такое свет у меня гаснет. Так, ну и давайте сейчас чуть-чуть выше подниму, а то неудобно. Так, нужно же будет делать все это очень быстро. Я пластиковой карточкой убираю все излишки. О, видите, тройка от Москвы осталась как-то. В Ростове не нужна. Так, ну что, поехали. Давайте вот этот, да, вариант абстракции. Так, аккуратненько, под углом 45 градусов, все это аккуратненько убрали лишнее. Так, легкий накат давить не надо абсолютно. Набрали, вот у нас тут все в порядке, все видно. И отпечатали на поверхность. Все четко. Так, есть. Давайте я чуть-чуть вот так увеличу. И теперь, девчат, высыхает это, конечно же, все очень быстро на воздухе. Теперь я возьму номер гель-лака. У нас это черный, да, черный глянец, 0,30. И закрою низ. Ноготочку вот здесь вот, да, сочетаем. Чтобы не на весь ноготь, чтобы как бы много не было, да. Это, знаете, для любителей все-таки, те, кто любит, например, черные, да, какие-то покрытия. Вот, например, я люблю черный френч. И не знаю, наверное, сочетание цветов. Вот коричневый перламутровый цвет. Да, плюс черный рисунок. Да, плюс черный вот так вот кончик. Прямо мне, знаете, прям, ну, сильно понравилось. Хотя, опять же, себе не знаю. Черный френч, считаю, самый красивый дизайн. Так, сейчас мы чуть-чуть подальше. Я просто боюсь, что резкости нет. Все, просушиваем. Так, ну, а здесь давайте отпечатаем рисунок наполовиночку, да. Ну, и возьмем какой-нибудь, не знаю даже какой, в принципе, можно любой. Ну, давайте вот этот. Видно такие вот какие-то геометрические построения. И сделаем все то же самое. Штампик отчистила с помощью скотча или ролика для одежды. Так. Черная красочка для стемпинга. Вот сюда нанесем. Все лишнее уберем. Легкий накат не давим на подушечку от слова совсем. Так, есть такое дело. Все, что попадет на соседнюю сторону, ничего страшного, потому что, может, потом тоже ее закроем черным цветом. Поэтому отпечатали. Так, и даже на кончик разверну подушечку и допечатаю. Все, есть такое дело. И ничего вытирать не буду. С этой стороны тоже так же закрою черным гирлаком, да. Номер 030. Вот таким образом. Ну, постараюсь делать границу ровно. Но смысл в том, что здесь по границе, конечно же, ляжет украшалочка, да, которую мы будем делать с помощью эмпасты. Значит, рисовать мы будем элемент наших вензелечков, значит, по готовой поверхности. Поэтому пока просушиваем. Просушиваем. Сюда, вот посерединке, можно, конечно, какую-то полосочку, да, проложить. Опять же, можно взять какой-нибудь шермикончик с полосочками. Тоненькую-тоненькую. Есть мои любимые эти полоски, которые золотые, серебряные, черные, белые. У меня тут как раз вот осталось. Можно вот эту взять. И как раз-таки, девчат, приклеиваем не на липкий слой, потому что на липком слой потом шермиконы потопом могут подниматься, да, и как бы подниматься даже покрытие вместе с ними. Поэтому давайте мы с вами на всякий случай подстрахуемся. Текласс. Вспомним, что у нас есть текласс. Это топ без липкого слоя. Глянцевый топ без липкости. Так, возьмем текласс. И очень тоненько. Очень-очень тоненько. Вот здесь вот на стыке нанесу текласс. Нанесете тонко на всю поверхность. Хуже не будет. Будет только лучше. То есть, грубо говоря, у вас по поверхности толщина ногтевой пластины, да, по всей поверхности будет одинаковой. Так, ну и давайте тоже здесь на всякий случай тоже вот здесь вот именно, чтобы вот приклеить какую-нибудь разделительную полосочку, да, покрываем сушу. Так, и быстренько приклеиваем. Конечно же, берем пинцет, да, мы всегда с вами берем пинцет на прямых эфирах в руки. Так, и разделим ноготочек на две части, такой маленькой, тоненькой. Нам нужна она чисто, знаете, для эстетики больше. Мало ли, вдруг это рисуночек будет выглядывать. Вот, берете тоненькие ножницы, естественно, убираете все лишнее. Можно и так оставить, но у нас же как бы в лучших традициях Екатерина Николаевна Мирошниченко, да, мы все пытаемся каждый раз усложнить. И на одном ноготочке сделать много-много разных техник. Так, предлагаю перекрыть все это дело матовым топом. Сейчас, буквально, минуточку. Мне нужно взять матовый топ. Сейчас я сюда приклею. Сейчас, девчат. Очень тоненькую. Мне она нужна просто на всякий случай, знаете, мало ли, вдруг рисунок нарисую, а где-то какой-то кусочек границы останется виден. То есть, сейчас, даже если бы я криво нанесла, а на самом деле нанесла криво гель-лак черный, вот эта вот золотая маленькая кусочка, она, конечно же, спрячет нам границу между одним цветом и другим. Все. И вот теперь у нас пойдет в ход матовый топ. Сейчас я рисую топ. Матовый топ, фельдвет в нашем случае. Вот он, да. И перекроем оба варианта. Рисовать мы будем с вами уже на готовой поверхности. Перекрываем. Ну и просушиваем. Любой топ мы сушим обычно минутку, а лучше даже две просушить. Хотя, по большому счету, за 30 секунд полимеризация заканчивается. Но, знаете, матовый топ, он будет менее пористый, будет меньше пачкаться. Глянцевый будет лучше блестеть, хорошо просохнет. Поэтому топ, конечно, лучше просушить. Ну, я бы просушила минутки две. Но так как мы с вами будем все-таки делать дизайн еще и сверху, поэтому мы минутку просушим. А уже потом, когда сделаем дизайн, естественно, топ досохнет уже вместе с дизайном. Так, все, закрыли матовым топом. Какой-то волосок потянулся. Все, просушиваем. И теперь, девчат, мы сделаем с вами два разных варианта. Значит, первый вариант. Ну, во-первых, мне нужна будет кисточка линеарная. У нас есть две линеарных кисточки. Одна черная синтетическая, другая белая синтетическая. Сейчас для рисования вензелечков я возьму белую синтетику. Она, знаете, она чуть короче и помягче. Мне кажется, ей легче все-таки рисовать вензеля, нежели черной синтетикой. Но это лично мое мнение. И абсолютно я много-много раз видела, как девчонки виртуально рисуют черной синтетической кисточкой. И ничем не хуже, чем кто-то белый. Вот. Поэтому я мне предпочитаю белую. А там уже как бы на ваше усмотрение. Правильно же? Так, и первое, что я сделаю, я нарисую вензелечки черной эмпастой на одном из вариантов. На одном из вариантов. Так, вот у нас, смотрите, какие получились фоны. Очень интересные. Видите, вот там вот этот вот шиммер из-под матового топа так прикольно переливается, так загадочно. Ну, по крайней мере, смотрится на самом деле по-взрослому. Так, кто к нам только что присоединился, я сейчас покажу, что мы пытаемся изобразить. Видно, вот можно вот так вот посочетать что-то такое винтажное с очень простым коричневым осенним таким фоном, да. Ну, больше такие, знаете, вот все-таки они, ну, может быть, не знаю, повседневные, не повседневные, но мне кажется, такое что-то к вечерним, да, больше вариантам. И на самом деле можно посочетать с любыми цветами. Можно было бы какой-нибудь темно-зеленый перламутровый вниз положить, а сверху золото. Или темно-бордовый какой-нибудь цвет с шиммером тоже положить, а сверху золото. Прикольно будет смотреться. Так, ну, для любителей золотого, да, чтобы смотрелось дорого-богато. Так, поехали. Значит, один вариант у меня будет нарисован в черно-золотом цвете. Я попрошу клиентку перевернуть пальчик, да, вот здесь у нас кутикала, здесь у нас свободный краешек, и мы с вами аккуратненько. Мы не будем сильно замысловатый рисунок рисовать, ну, а вензеля, как бы, у всех, конечно же, разные, поэтому я обычно начинаю всегда с верхней линии. Внутри обязательно добавляю какую-нибудь внутреннюю линию. И если добавляю еще и еще, то каждая последующая линия всегда короче предыдущей. Так, вот так. Ну, на самом деле, черным на черном рисовать, на самом деле, не очень удобно, скажем так, но за счет того, что у нас все-таки матовая поверхность, поэтому, в принципе, мне все хорошо видно. Больше мешает телефон, а не матовая поверхность. Аккуратненько соединяем. Так. Спускаемся чуть ниже. И аккуратненько, как будто бы в другую сторону начинаем рисовать. Можно добавить снаружи еще лепесточек. Ну, опять же, уже короче, чем предыдущий. Еще один в сторону будет смотреть. Я пока рисую основу. То есть сверху черной импасты, я потом аккуратненько нанесу золотую импасту. И не просто золотую, пройдусь золотой импастой, а потом золото можно смешать с белым и чуть светлее сделать фон. Так, вот так вот еще один. Ну, и давайте сойдем совсем-совсем на нет. Нарисуем такой недовензелечек. Это будет больше похоже на какой-нибудь листочек, что ли. Так, вот так. Вот здесь между ними что-то похожее на листик. И аккуратненько вниз. Все, просушиваем в лампе, девчат. Импаста, как любая гель-лаковая, как гель-лак или побелевая краска, сохнет в течение 30 секунд. Просушиваем. И теперь берем импасту золотого цвета из классической коллекции. Так, золото. Немножечко перемешаем его. Импаста. Так, есть такое дело. Я обычно так вот с перчатки рисую. Мне так удобнее. Я так вижу, сколько моя кисточка набирает на кончик свой импасточки. Так, все просушили. И теперь дублируем все золотом. Стараемся сделать так, чтобы черный контур немножко остался виден. На кончик кисточки взяли золотую импасту и поехали прямо сверху. Аккуратно. Каждая капелька – это отдельно взятая тоненькая линия. Так, и вот сюда тоненько-тоненько начинаем дублировать все, что видим. Практически, знаете, просто еле-еле дотрагиваясь до поверхности уже нарисованного рисунка. Так. В другую сторону. Так, здесь у нас вот листик. Листочек. И теперь аккуратненько вот здесь вот у нас чуть шире, сюда потоньше. И на кончике опять маленький акцент. Чуть-чуть отсвечивает мне, но ничего страшного, можно пристроиться. Так. И еще несколько движений кисточки. Главная линия, внутренняя линия всегда короче. И относительно главной линии, которую вы с вами нарисовали, все, что вы рисуете рядышком, оно всегда короче, чем предыдущее. Так, попросим перевернуть. Вот у нас уже, видите, с вами золотые вензеля, да, получились. Вот тут немножко провалился золотой цвет. Мы сейчас немножко с вами его поправим. Так, ну и в принципе, в принципе, все. Просушиваем. Так, немножко вот здесь. И теперь, девчат, чтобы это смотрелось еще более объемнее, чем, нежели есть на самом деле, можно немножко взять белую пасту и добавить в золотую. Чуть-чуть намешаем, буквально капельку. Можно опять же, да, прям здесь вот на перчаточке, видите, чуть светлей. Так, и уже по просушенному золотому. Я понимаю, что кто-то из вас может сказать, что как слоеный пирожок, но на самом деле смотреться это будет очень здорово. То есть, аккуратненько, чуть светлее. Так, я бы даже сказала, что надо бы еще чуть светлее. Вот эта вот многослойность, когда цвет один чуть темнее, потом светлее, еще, еще, еще светлее, появляется объем у элемента. При этом, благодаря свойствам эмпасты, которые мы можем рисовать сверху по готовой поверхности, да, мы можем рисовать рисунок сверху. Хотите на глянцевой поверхности, хотите на матовой поверхности, это не принципиально важно. Одинаково хорошо стоит эмпаста и на матовой поверхности, и на глянцевой. я уже сильно не прорисовываю просто касаюсь особенно там где места где потолще так ну вот так сливается не сливается просушиваем лампе и берем вариант еще один у нас еще есть времечко я делала в двух вариантах как бы получается здесь есть варианты просто с импастой видно то есть получается веточка видите черное потом сверху золотой в сочетании с белым черное золото и белое видно вот а здесь варианты золото немножечко другого характера видите вот они получаются такие другие это девчат не что иное как текст он краска с металлическим эффектом эту краску те кто мастера вот уже давно с компаниями дружит они знают этот красочку с металлическим эффектом текст он так называемую вот раньше она выходила вот в таком формате пузыречки были сейчас формат пузыречка в точно такой же как у гель-лаков вот поэтому есть золотой текст он есть серебряный текст он и текст ончик он не может высохнуть просто на воздухе екатерина николаевна в своих мастер-классах очень часто показывала такие варианты и сушила текст он феном маленьким феном горячим воздухом когда дух дуешь на текст он быстро получается влага испаряется остается только пигмент краски поэтому можно запросто быстро ускорить работу если текст потончик посушить с помощью фена до обыкновенного фена но мы с вами сейчас так это я немножко продублировала просушу так но мы с вами значит сделаем вариант вот с золотым текстоном но прежде всего рисунок который мы выкрасим в текстона мы нарисуем с вами с помощью импасты возьму белую импасту на самом деле можно и немножечко смешать золотом такой знаете будет свет такой светлый бежевый потом все равно будет полностью она все выкрашено золотом но основу придется сделать импасты значит ну давайте я вот например с этой стороны вот так попрошу опять же клиентку перевернуть пальчик кисточка по-прежнему 5 дробь 0 линеарная в руке так и можно например один вензиле чик будет вот так смотреть с одной стороны а другой вензиле чик можно так вот снизу да как будто бы сделать зеркальное отражение и теперь каждая последующая линия будет как бы получаться в зеркальном отражении если мы будем последовательно с вами рисовать вот здесь внутренняя линия и вот здесь внутренняя линия давайте еще одну ну чтобы как положено в ростове-на-дону все лучше и сразу так аккуратненько возвращаемся в первоначальную так давайте чуть чуть вот так потолще сделаем чуть чуть увеличу объемчик потому что хочу чтобы они все-таки были объемные до в результате у нас так закручиваем серединку можно вот так например не просто точечку а точечку похожую на листочек так с одной стороны и с другой стороны то что мы сейчас с вами рисуем и все это сделаем в результате в золоте да на самом деле если люди например не любят но клиенты есть же такие клиенты которые не любят ничего золотого и ходят только серебром на этот случай у нас есть серебряный текстончик правильно правильно так нарисовали ну давайте теперь каким-нибудь волшебным образом закончим потому что акцент мы с вами сделали сейчас мы там добавим пару листочков между двумя главными линиями а пока я поднимусь немножечко наверх так вот так вот закончим парой листиков так смотрим что у нас получилось видите веточка спускается вниз к разделительной полосе так ну и давайте здесь тоже какую-нибудь винтифлюшку вот так аккуратненько закрутим она тоже потом результате у нас будет золотой так но здесь давайте естественно листочек да мы сейчас его слегка сделаем объемным а пока делаем просто основу так все есть и просушиваем просушиваем можно например знаете на смешать есть такой был материал сейчас по моему его нету но его не вывели из продажи гель жидкий камень можно гель жидкий камень смешать с импастой и сделать такие более объемные мазки но мы обойдемся просто пока чистой импастой так чтобы было лучше видно так возьму опять же белую и теперь расставлю небольшие акценты то есть делаю какие-то элементы чуть чуть выше чем они есть на самом деле но давайте вот особенно вот тут в начале да где потолще чтобы вот такие прям выпуклые части были у нас у вензелей давайте с другой стороны точно так же сделаем сюда только не буду все линии повторять только расставлю вот немножечко объема добавлю именно вот вот на этих вот акцент тогда вот там где начинается линия листочек внутренней капельку поставили и вниз вот капельку поставили вниз так что мы еще можем сделать листочек чуть-чуть объема добавить прям сверху вторым слоем да так все пока и можно еще работе пройтись хуже не будет так теперь текстон краска с металлическим эффектом я ее немножечко потрясу я еще раз повторю что у меня старый формат сейчас пузыречки точно такие же как и гель-лаки только вы должны четко понимать что это не гель-лак да не гелевая краска это краска которая высыхает прямо на воздухе и даже можно было немножечко капельку положить на палитрочку и дать немножко даже и подсохнуть кстати она тогда станет такой более вязкой ей будет легче покрывать рисунок значит текст он текст он краску с металлическим эффектом мы не можем с вами нанести на ноготочек и оставить не покрытой нам нужно будет обязательно перекрыть вот но у нас же с вами сделан топ матовый до нанесен вот поэтому после того как мы с вами нанесем текст он и выкрасим его нужно будет именно отдельно этот элемент покрыть топом глянцевым да ну в нашем случае например можно взять ультрашайн вот и ультрашайном покрытую солнечка россия будет блестеть ультрашайна если нету можно взять теклоса вообще любой топ глянцевый которым вы обычно работаете так ну а пока мы с вами просушили м пасту вытирать не надо потому что у им пасты нет липкого слоя да то есть это у нас такая заготовочка сверху можно конечно и в белом цвете оставить но я думаю что все таки в золоте красиво будет не зря мы это сочетание взяли вот она сейчас немножечко такая знаете как бы подсыхает немножко на тарелке как бы становится более густой эта краска все и после того как вы выкрасить вот взяла тоненькую кисточку до который мне удобно красить не забудьте эту кисточку потом вытереть обязательно влажной салфеткой потому что текст он закончится высохнет на кончике кисточка уже будет непригодна для рисования если вы сразу вытрите смочите кисточку базу то кисточка будет хорошем состоянии так ну и мы с берем и текстончиком выкрашиваем все наши элементы которые мы с вами нарисовали так аккуратненько можно было рисовать и золотой импастой и белой импастой смешанной с золотом вот знаете как бы золотая импаста она все равно не такая вот скажем вязкая как белая самая густая все-таки это белая импаста и вот с помощью нее мы как бы задали какой-то объем до картинки нашей вот вы если смешаете просто у вас тогда когда будете прокрашивать золотым текстоном да у вас будет фон тоже золотой и она не будет ли сильно лишь как бы бросаться в глаза да то что мы с вами там делали белым вообще текст ончик повторить все неровности и будет вот такой аккуратный такой золотой элемент в дизайне прокрываем все текстоном еще раз повторюсь найти есть такие вообще хром да вот называют краска с металлическим эффектом которое высыхает на воздухе да и создает нам эффект золото все аккуратненько покрыли элемент на самом деле как бы то здесь могут такая придумка да у нас получилось чтобы дизайн был сверху на готовой поверхности на самом деле текстоном точно также можно принципе пользоваться под финиш то есть не обязательно только сверху так пройдусь везде сколько по времени будет сохнуть тексту ну конечно 30 секунд в лампе будет маловато то есть он конечно сохнет дольше на воздухе будет сохнуть ну минут пять там семь-десять я уже говорила если высушить вот допустим феном да с горячим воздухом высохнет намного быстрее когда текст он высыхает он становится очень красиво блестящим вот и красиво блестит только вот в этом случае то есть вы видите зрительно что он высох вот поэтому мы конечно просушим лампе потому что например на лампа наш не только светит она еще и греет вот и поэтому как бы вы испариться влажность намного быстрее так ну а мы вот так вот я сделала просто черное покрытие и покрыла матовым топом для того чтобы было видно как это можно посочетать на ногтях да не обязательно же дело дизайн на каждом ноготочке абсолютно ни к чему достаточно будет на одном ну максимум на полтора ну или на четырех из пяти кому как больше нравится вот это в сочетании с черным получается очень даже прикольно так после того как текстончик высыхает вы берете кисточку и просто кисточкой покрываете покрываете только тот элемент который мы с вами нарисовали ну например ультрашайн да вот у нас есть топ ультрашайн ультра блеск может быть у вас есть какой-то другой топ это не принципиально важно важно просто тоненькой кисточкой наш красивый золотистый элемент перекрыть значит почему потому что текстон девчат мы не можем оставить не покрытый потому что он конечно же потихонечку подотрется сотрется краска и будет виден вот этот вот белый фон до которого мы с вами использовали белый ум пасту который мы стали использовали для основы ну кстати вот мы же как бы говорили что можно было бы взять например золотую им пасту да и золотом сделать или смешать белую золотом и сделать ну то есть как бы тогда будет меньше конечно видно все покрыли и просушиваем так ну высыхает естественно минутку а лучше 2 и мы с вами возвращаемся вот сюда может быть кому-то заинтересовали эти варианты может быть сочетание цветов просто понравилось и вы тоже себе это все как бы попытаетесь сделать давайте вот так вот с черным цветом разбавлю вот так и вот что у нас с вами в результате получилось еще раз скажу что мы использовали гель-лаки от компании эйми golden safari значит начиная номера их 6 цветов 439 номера по 444 сегодня у нас был приоритете 444 номер очень красивый вот и м-паста м-паста краска без остаточной липкости который мы с вами рисовали по готовой поверхности ну что всем огромное спасибо наше время подошло к концу надеюсь мы вам были полезными встретимся в следующий четверг вот удачи вам девчат побольше всем денежных клиентов и всяких интересненьких вот таких вот придумок всем удачи до свидания до встречи удачи